ребят у нас здесь полный треш но ничего страшного мы будем проходить это все безобразие вот и вот хорошо ох ты ё-моё привет привет мальчики и девочки меня зовут александр я приветствую вас на игровом канале маркус хав геймерс давайте продолжим играть в эту прекрасную игру про лару кровь вы знаете здесь а мы значит подстряли вот в этой гробнице еще дальше делать я честно говоря без понятия вот тут что-то над делать а что делать фиг его ставит здесь какая-то у нас заморочка ребят с водою а вот здесь что-то надо делать с этой водою а что с ней делать но не ясно здесь у нас шпиль какой-то и давайте сейчас мы с вами прыгнем на шпиль и перепрыгнем в ту сторону а вот нам по-любому в этой серии надо подняться на самый верх понимаете подняться на самый верх вот смотрите у нас там открылась решетка и там у нас ящик и по всей видимости тот ящик нужно сбросить вот давайте с вами сейчас побыстрее нырнем вот это все безобразие потому что там у нас открылась решетка и нам надо успеть да все ребят мы с вами успели а вот и решетка у нас закрывается и это не может не печали вот что здесь у нас здесь сейчас мы суда с вами запрыгнем все запрыгнули и по всей видимости нам надо открыть вон ту решетку да да а может быть и нет вот давайте попробуем вот этот ящик ну сбросить что ли а вот если получится конечно тут немножко с этим ящиком к это заморочка непонятная вот и ухты блин сушки я блин упал почти так давайте этот ящик протолкнем туда да все он упал у нас вниз смотрите он упал вас в том направлении но хорошо здесь а смотрите если мы значит дёрнем этот рычаг то получается у нас вода подымется еще больше она в принципе по идее это и не надо хотя с другой стороны хотя что с другой стороны да ничего с другой стороны не будет вот давайте все таки мы с вами знаете что сделаем мы с вами опустим воду да давайте опустим воду как это сделать но я думаю для начала нам надо с вами дернуть вон тот рычаг он тут видите нижний рычаг его надо дернуть и тогда у нас вода полностью опорожнится вот вода опорожнится и мы будем с вами смотреть что же нам делать дальше вот сейчас вот смотрите вода вода опускается это хорошо когда вода опускается это хорошо все у нас вода практически опустился давайте глядем что там у нас получилось с этим ящиком вообще вот эта гробница ну я конечно от нее вообще валяюсь а она довольно таки замороченная вот реально если так вот подумать она замороченная и это просто финиш какой-то так ребят что здесь смотрите ящик у нас как-то перевернуться непонятно мы его сбросили он перевернулся но нам что самое главное нам самое главное чтобы забраться на него все мы забрались на него все смотрите здесь а теперь мы можем с вами под забраться что нам теперь сделать надо этот ящик у нас значит но не ящик а решетка открывается вон тем вот рычагом подвижным да он тебе подвижным рычагом и давайте мы сейчас с вами попробуем дернуть тут рычаг и как-то ну я не знаю попробовать добраться там до того момента где этот ящик вот потому что знаете я других вариантов просто здесь не вижу ага смотрите опустилась ну мы немножко с вами заболтались а и шпиль опустился но ничего страшного у нас есть много попыток так что вот так вот давайте ухты ёпаный свет что-то ловкость у меня как-то стало последнее время не очень видно я что-то не то съел ну ладно хорошо ничего страшного ухты надо было повыше забраться ну давайте сейчас об она вообще молодцом лара кровь давайте мы наверно знаете как сделать и вот так вот все зачетно у нас очень хорошо это получилось а наш любимая лара кровь конечно молодец на самом деле прыгает вообще классно вот давайте вот по этой ноге мы проползем отлично все и что здесь у нас и я смотрю здесь а мы сушки а нам надо же выше по идее да да нам по идее выше надо хотя с другой стороны смотрите мы можем сейчас прыгнуть в том направлении вот зацепиться а и перед ах ты ёпаный свет не туда прыгнули ну ладно ничего страшного здесь в принципе недалеко плыть нам нам надо попасть вот там вот если вы видели там лестница и нам надо попасть на ту лестницу хорошо давайте еще раз попробуем а все зацепились а это замечательно это вообще very good все зацепились теперь давайте вот так вот и перепрыгнем все зачетно это замечательно вы знаете я иногда когда лара кровь вот эти трюки делать я иногда блин аж переживаю за неё чтоб у нее получилось а вот реально так все замечательно вот реально переживая чтобы у него вот это все безобразие получилось одно вот так вот так что вот так вот ребят так теперь давайте прыгнем с вами вот в этом направлении все замечательно мы сюда с прыгнули теперь заберемся суда так а где у нас шпиль смотрите шпиль у нас находится вообще честно говоря на самом верху и это довольно таки весело будет на самом деле ага смотрите а сюда мы не можем под забраться сюда мы под заберемся с вами по лестнице о смотрите а там что такое там какой-то проход давайте посмотрим что там за проход такой просто интересно на самом деле но туда мы сейчас пока не можем забраться по всей видимости знаете еще надо чтобы вода поднялась а вот когда вода подымется тогда в принципе мы сможем с вами туда под забраться вы знаете я этот проход не видел на самом деле вот реально вот сейчас вот первый раз его увидел этот проход чё за фигня фигня вообще непонятно хорошо ладно ребят так давайте сейчас сюда прыгнем так вот так вот аккуратненько сюда и потом а шпиль у нас не двигается это хорошо давайте теперь на вот эту платформу но замечательно вообще просто топ вот замечательная решетку мы открываем и ребят давайте по берегу под заплывем прошлый раз смотрите сейчас вот нормально а в прошлый раз какой-то глюк был у нас все поплыли ребят поплыли 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 побыстрее поплыли поплыли и здесь под ныриваем поплыли поплыли должно получиться должно все ребят у нас получилось а и и то есть хорошо все тут видите в этой игре вообще доли секунды решают все да ё-моё блин твою маковку нафига я прыгнул сюда офигеть можно это просто просто какая-то жесть непонятная слушайте ладно блин ну слушайте ну все получилось а я что-то тупника врубил и прыгнул да блин ё-моё ладно хорошо ладно сушки зато мы натренируемся вообще конкретно вот это плавать прыгать и так далее ну хорошо ладно давайте спустим воду в который раз вы знаете я эту воду уже раз 100 спускал я просто вот просто заморочился вообще здесь конкретно с этим с этими сфинксами с этими двумя скажем так сфинксами они вообще такие очень очень грустные ребята на самом деле и глядя на них мне тоже становится очень грустно все ребят давайте подзапрыгнем все у нас по-старому сейчас побырику мы это все сделаем суще я уже натренировался смотрите я уже прыгаю и все здесь знаю что куда так что вот так вот ребят видите тренировочка тренировочка вы знаете даже с одной стороны хорошо что здесь такая заморочка а знаете чем хорошо тем что мы хоть потренируемся немножко хоть немножко потренируем свой голос свое внимание свои пальцы да ребята во всем есть плюсы на самом деле не думайте что везде негативы все херово не от ребят на самом деле во всем есть плюсы и надо и видеть их в эти плюсы даже в минусах есть плюсы надо знаете что делать надо минусы превращать в плюсы но слушайте это уже философия такая пошла я конечно на эту тему могу очень долго разговаривать но нам пока это ничего не надо вот мы с вами играем в лару кров том прайдер все ребят давайте под заберемся на лесте по лестнице а а все мы с вами под забираемся это зачетно это зачетно и классно все и теперь ребят главное нам не облажаться вот главное не облажаться как мы облажались в предыдущий раз облажались вообще честно говоря смешно я честно говоря просто ржу от этого как мы облажались а это офигеть можно вот но ничего страшного кто не делает ошибок тот не добивается успеха все хорошо все решетка решетка у нас открыто все это классно решетка открыто все прыгаем а все прыгаем и плывем плывем ребята плывем 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 и здесь а вот на этом моменте надо подныривать все плывем плывем и все ребят все получилось все у нас замечательно теперь мы давайте не будем лажать с этой темой а вообще нам надо знаете поднырнуть и посмотреть вот эти вот плиточки как они здесь расположены потому что нам там надо будет скажем так вводить их так вверх вправо влево и вниз хорошо вверх вправо влево и вниз все запомнили все замечательно ребят все мы это запомнили и вот здесь вот не налажать а то мы налажали в прошлый раз так смотрим что здесь у нас так вверх у нас давайте смотрим вверх это у нас вверх все замечательно вправо блин я честно говоря подзабыл вниз так подождите вверх вправо блин я забыл ё-моё давайте еще раз прыгнем так память короткая так вверх вправо вправо влево и вниз а все правильно все точнее неправильно вверх вправо влево и вниз во вот так вот ребят вверх вправо влево и вниз и все под запрыгиваем все под запрыгнули все замечательно так вверх вправо так влево влево у нас получается да влево и вниз все ребят решетку мы с вами открыли давайте значит с вами нажмем рычаг вот этот рычаг нажмем ага и у нас принципе по идее должна подняться вода еще выше да вот смотрите аллилуйя вода у нас поднялась еще выше ну и это классно на самом деле все давайте мы с вами выплывем из этого безобразие посмотрим что же у нас здесь да как да ребят по всей видимости так и надо было нам вот смотрите здесь то значит открылся новый проход вот и мы с вами идем сюда и что здесь у нас ребят давайте посмотрим вот здесь у нас значит тоже загадка какая-то и что она делает что она делать я честно говоря не знаю вот по всей видимости надо вы знаете как вот так вот да под забрались а прыгаем прыгаем и еще раз прыгаем все зачетно вы знаете замечательно все отлично давайте посмотрим что уже нас ждет дальше вот а дальше она ждет что ребят смотрите а мы вышли с вами сюда и чё здесь делать вообще непонятно а вот смотрите здесь есть выступы давайте под заберемся на эти выступы все мы под забрались а и сейчас мы с вами попадем куда я не знаю куда все что вот здесь вот у нас вот здесь вот смотрите здесь у нас рычаг что этот рычаг делает вот этот рычаг ребят у нас подымает воду еще выше все это замечательно все вода у нас значит подымается еще выше и мы с вами наконец-то ребят наконец-то мы с вами выбираемся с этого злосчастного места он там у нас шар смотрите шар который мы скинули вниз я думал этот шаг для чего-то надо будет а оказалось это шар просто элементарно для того чтобы давить крыс ну дойдете сами и увидите это все безобразие все ребят давайте пойдемте дальше вот и посмотрим что же у нас будет с вами дальше вот дальше у нас значит здесь всякие фриски на египетскую тему и что здесь у вас там конце короче какой-то проход и какая-то заморочка что за заморочка я честно говоря не знаю вот смотрите мы с вами пришли ухты ёпаный свет ох ты нифига себе ребята у нас по щель ах ты ёпаный свет смотрите реальные проблемы вот так и давайте немножечко мы с вами подлечим ся вот ох ты ё-моё смотрите адские псины сушки надо выбираться отсюда были на фигеть ребят они все нападают и у нас ничего не получается давайте давайте как-то лара давай родная давай короче куда-то сматывайся я я фиг его знает так так давайте мы с ними вы знать ах ты блин одного гасанули так давайте этого ах ты блин вы видели так так ребята еще одного гасанули все отлично послушайте но мне кажется был еще один нет фиг его стоит ребят может быть того мы гасанули а может быть и нет да мне кажется было четыре их там да интересно конечно это все безобразие их там на самом деле было четыре ребят и вот смотрите что здесь у нас здесь а у нас значит артефакты и это по всей видимости последняя часть нашего артефакта которые мы с вами должны собрать ну хорошо ладно ребят единственное место куда забраться можно это вот сюда по всей видимости нам здесь придется с вами вот это бродить прыгать по этим колоннам но ничего страшного вот мы сейчас попрыгаем побегом но это вы знаете куда лучше чем с этими дурацкими монстрами слова сражаться ну да серьезно вам говорю эти монстры это вообще просто нечто какое-то вот они напали на нас и жестко расколбасили попробуем прыгнуть отсюда может быть вот чуть-чуть вот так вот а можно ух ты вот видите оказывается надо было оттуда прыгать а я честно говоря думал что надо сверху прыгать здесь а что у нас давайте смотреть здесь допрыгнем или нет да допрыгиваем это хорошо это есть год так что у нас и куда теперь единственное место куда мы можем прыгнуть это он туда наверх обратно так что ли получается ну да но вот смотрите но больше ничего не вижу вы видите что-нибудь я вообще ничего не вижу на на самом деле вот что здесь здесь а у нас значит кольцо есть но я не знаю честно говоря может быть надо как-то через кольцо прыгать может такой вариант быть конечно может быть потому что то кольцо это полюбасу ребят его не зря повесили вот так здесь а у нас некуда прыгать а вот смотрите вон там вот кольцо еще есть видите вот там вот кольцо а я че-то то кольцо просто не заметил вот реально не заметил но хорошо давайте под запрыгнем и нам вон туда надо под запрыгнуть давайте раскачаемся вот раскачались а и все прыгаем ага все отлично все ребят мы под запрыгнули теперь вот сюда и что теперь а теперь короче непонятно куда но по всей видимости может быть надо вон туда вниз вот где у нас низ там я не вижу вот смотрите вон туда это по-любому надо я вам говорю так давайте немножко подвинемся вот так вот попадем не попадем честно говоря не знаю давайте пробовать короче все попали так слушайте я уже честно говоря вспотел от этого всего безобразия потому что да вот смотрите лаженешься раз и придется это все проходить заново так выступ есть у нас или нету вот ну подождите это не выступ у нас или выступ да ребята это выступ но вы знаете чё я чуть не могу понять выступ он маленький и куда прыгать то дальше может быть туда прыгать ну давайте попробуем все замечательно у нас получилось и и то есть хорошо так теперь вот сюда подпрыгнули так ребят мы с вами в добрались а почти до рычага и это не может не радовать поэтому мы сейчас давайте все таки под спустимся сюда и прыгнем в эту сторону хорошо все и что здесь здесь надо ложить вот это вот артефакт этот получается нет да смотрите да получается мы положили с вами артефакт и и хорошо и у нас с половиной решетки открылась а вот замечательно теперь нам ребят надо на эту сторону а как на эту сторону перебраться я хрен его знаю но по всей видимости я так думаю все таки надо вот с этой решили с этой колонны начинать потому что на знаете почему потому что больше вариантов у нас нету на самом деле если бы у нас были варианты то этот другой разговор а так у нас больше вариантов нету все ребят давайте мы прыгали вот с этой нижней колонны мы прыгали с нижней колонны вот и давайте прыгать с нижней колонны а по-другому у нас никак не получится все давайте суда под запрыгнем все замечательно и я так думаю ребят надо будет зацепиться за то кольцо это по-любому потому что других вариантов нету понимаете все да я прав вот смотрите сейчас мы раскачаемся с вами хорошенько под раскачаемся давайте еще под раскачаемся и запрыгнем на вон ту колонну все получилось а и это хорошо все хорошо когда хорошо на самом деле вот но надо стремиться к этому чтобы было хорошо а вот все ребят теперь сюда и смотрите у нас тут тупик вот может быть с той стороны можно под залезть хорошо подпрыгнули и что здесь и что и здесь придется прям прыгать отсюда но давайте попробуем хорошо все под запрыгнули все замечательно мы с вами ложим еще один артефакт да не мы не не ложим этот артефакт я так понимаю мы просто с помощью этого артефакта открываем дверь эту да так получается ну да ребят значит у нас здесь я получается артефакт ну надеюсь это последний артефакт и надеюсь на этом игра закончится а может быть и нет ну давайте войдем в это помещение и посмотрим что там да как в общем ребят история довольно таки грустная у нас здесь получается у нас этот наниматель который нас нанял на самом деле просто очень злой злой человек а вот и он у нас этот наниматель отнял наш артефакт ну естественно нам надо будет вернуть этот артефакт ну и мы конечно это сделаем все и я так понимаю у нас игра на английском языке вот русской версии я просто тупо не нашел а вот у нас игра на английском языке и я так понял этот наниматель это какая-то королева атлантиды что ли ну или что-то все в таком духе вот так что ребят вот так вот но мы с вами конечно постараемся точнее не постараемся а мы заберем этот артефакт это однозначно вот и я так думаю наш наниматель вот этот королева вот это вот она по всей видимости что-то задумала плохое он что-то плохое задумала и это грустно очень на самом деле и я смотрю у нас оружие нету они у нас забрали оружие полностью и это херово на самом деле я бы что-нибудь здесь конечно бы пострелял бы там я не знаю или еще что-нибудь сделал бы вот но тут по ходу дела не получится ничего так ребят я смотрю здесь он там выступы вот выступы и что вот может быть как-то надо туда подогнать лодку или что-то такое сделать ну смотрите непонятно конечно непонятно все безобразие может быть веревку обрезать или еще что-нибудь нет не получается у нас это все надо посмотреть что мы можем подвигать мы пока с вами ничего не можем подвигать и это не есть хорошо но несмотря на это мы с вами будем искать пути решения этой проблемы вот проблема небольшая но я думаю мы с ней справимся вот здесь а что у нас давайте посмотрим можно ли куда-то под забраться нет здесь и нельзя никуда под забраться вот здесь найти ящики можно под забраться нет на ящике тоже нельзя под забраться и выдвинуть их тоже нельзя и это плохо на самом деле мне непонятно смотрите вот здесь вот вот эти выступы на них как-то залезть можно или еще что-то там не ясно это все давайте еще побегаем попрыгаем посмотрим с чем мы можем взаимодействовать вот давайте еще под нырнем вот здесь вот что у нас давайте посмотрим что здесь у нас ага смотрите здесь оказался у нас подъем наверх но я честно говоря не ожидал такого расклада что будет подъем наверх ох ты болен и мы с вами не допрыгнули но ничего страшного вот вы знаете обычно в играх какие-то там секретики какие-то подъемы какие-то приколы они обычно как вам сказать они завуалированы и ты должен немножко пазом под заморочиться чтобы разобраться с этим всем безобразием все хорошо ребят давайте прыгнем сюда и по всей видимости там у нас ящик и нам надо на ящик прыгнуть да вот замечательно афа мы можем вверх ползти и можем вниз ползти это хорошо это год так теперь вот сюда по всей видимости да все правильно и теперь нам надо на вот эту веревочку под запрыгнуть ребят но я так думаю а вот смотрите нам надо по всей видимости на вот этот выступ ага давайте раскачаемся с вами так красиво раскачаемся а потому что лара кров делает это очень красиво давайте раз и два и сейчас прыгнем отлично все замечательно все довольно таки неплохо на самом деле вот и мы сейчас с вами ну можем назад прыгнуть да смотрите вот ах ты е-мое вот и мы с вами перепрыгнули сюда давайте пробежимся и посмотрим что же у нас здесь а и чем же закончится эта история у нас с египтом у нас знать все закончилось а вот и у нас слушайте и у нас началась другая совсем история что здесь такое вообще происходит и куда мне надо вот что самое главное вот мне куда-то надо а куда надо я не знаю ну давайте здесь а пробежимся вот здесь наверняка что-то нажать надо потому что ну по любасу вот смотрим что здесь ага это у нас какой-то дневник хорошо дневник заберем ладно все понятно я все понял здесь а что у нас это так тоже непонятно тут то ли рычага не хватает то ли еще что-то ага все мы нажали кнопку не толку от этого кнопка не работает смотрите а вот здесь что у нас так смотрим так не работает смотрите ребята у нас здесь получается три кнопки и три разных каких-то ну я не знаю впадины и я не знаю суда надо какие-то может быть эти самые штучки дрючки какие-то вставить а вот и по всей видимости нам их все найти надо и нажать все эти три кнопки я понимаю это так давайте искать будем а вот потому что ну а по-другому как других вариантов нету так давайте пробежимся здесь а и посмотрим может быть что-то здесь а у нас есть по всей видимости нам надо запустить какую-то железную дорогу а так что происходит а там какой-то трэш происходит но по всей видимости это выход у нас будет потому что там огонь горит и нам надо экшен нам надо экшен чтобы это все там летела взрывалась а и так далее так ребят здесь а у нас смотрите что здесь у нас здесь у нас тоже есть какое-то помещение но в него попасть нереально и возможно в него надо как по как-то попасть сверху может быть или потом разобьется это все нет здесь стекло хорошо ладно мы значит с вами прибежали отсюда вот прибежали отсюда и что и куда мы сможем с вами под запрыгнуть ну пока я не вижу и никакого места куда под запрыгнуть но я понимаю что по вот этим столбам нам по всей видимости надо как-то будет перемещаться хорошо самое главное вы знаете что в этой игре самое главное найти начало то есть как бы начало зацепку и там уже пойдет как по маслу все так ой ё-моё а тут крысы а у нас же ничего нету вообще и чё как мы с крысами собрались сражаться вот смотрите у нас значит один диод ну давайте назовем это диодами один диод у нас есть уже так а там крысы ё-моё все один диод мы с вами нашли все замечательно сюда под запрыгнуть не можем хорошо ланика но может быть мы сможем с вами туда залезть ага а смотрите а там решетка какая-то вот смотрите и вон крысы за нами бегут но блин вообще прикол так а можем ли мы с вами перепрыгнуть сейчас туда можем или нет но по ходу дела нет туда мы не можем перепрыгнуть так что же делать-то на самом деле может быть надо под забраться на эту лестницу хорошо давайте под заберемся так туда мы тоже не можем попасть но ладно давайте знаете что сделаем если у нас диод есть а вот смотрите вон еще один если у нас диода слушаем привет друг если у нас диод один есть то мы давайте с вами этот диод вставим и возможно какие-то заработают механизмы но это по любасу так они будут подыматься по лестнице нет слава богу они по лестнице не могут подыматься у нас зеленый диод хорошо нет я вру у нас красный диод все давайте ставим красный диод хорошо все вставили красный диод и нажмем кнопку ну я смотрю что-то переместилась а и у нас открылся какой-то проход но это хорошо это я понимаю это классно но как туда попасть к этому проходу я не знаю но возможно здесь под забраться надо вот вот так вот а здесь на что а вот смотрите здесь у нас аптечка и и то есть хорошо так что там у нас может быть этот ящик уронить надо может быть такой вариант конечно такой вариант возможен это по-любому так так подождите ребят давайте спустимся а а и ух ты блин эти крысы ё-моё у нас ничего нету и вот смотрите у нас вон там он видите какой-то ящик стоит для чего этот ящик нужен вопрос и этот ящик вот подсвечивается да да он подсвечивается довольно таки я бы сказал бы подозрительно очень подозрительно подсвечивается этот ящик а здесь мы с вами не заберемся и вот здесь вот тоже не заберемся а где можно забраться здесь а что у нас здесь нет здесь у нас тоже ничего нету и тут ничего нет и и вообще везде ничего нету ребят так что это этот ящик двигается от замечательно но началась от жара у нас ребят давайте подзаберемся и вот сюда да вот видите именно так и надо было сделать что вот здесь вот у нас это какая-то шахта что ли я честно говоря не знаю вот если так откровенно это все говорить об она так стоп давайте перепрыгнем а все у нас получилось и это классно так здесь а что у нас здесь а вот смотрите здесь а мы сможем с вами сбросить вот этот ящик правильно зачем его сбрасывать я пока не знаю честно вам скажу вот здесь у нас что там какой-то артефакт лежит там крыса и она по всей видимости будет за нами гнаться и это не знаю хорошо или плохо но нам придется конечно от этой крысы убегать это однозначно так смотрим здесь можно под забраться а во все замечательно это хорошо под запрыгнули главное я что говорю главное вот в такой игре как лара кровь главное под зацепиться за что-то вот под зацепился и все и погнал это есть там туда запрыгнул сюда под запрыгнул а во все замечательно все отлично и теперь я смотрю мы с вами выйдем на зеленый диод да вот он зеленый диод у нас вот давайте возьмем зеленый диод хорошо все зеленый диод у нас есть это замечательно вот что теперь можно принципе туда прыгнуть но я не знаю стоит ли туда прыгать там лестница у нас я думаю не стоит пока думаю не стоит давайте немножко мы пошли расшатаемся ну вот так вот я это назвала расшатания вот расшатаемся и а вот смотрите у нас там выступ есть вот да нам надо на этот выступ и по всей видимости нам надо выбраться отсюда с этого злостного места хорошо так давай лара хорошо вообще прям зачетно но чё-то лара немножко у нас подтормаживает блин так и теперь отсюда мы прыгаем вот сюда замечательно все получилось а у нас теперь выбираемся и идем вставлять этот диод потому что я думаю это у нас именно та тема все спрыгиваем и погнали вот смотрите здесь а вагонетка у нас да и я так думаю на этой вагонетке нам придется пробиваться через ту стену и там какой-то огонь там что-то полыхает вообще непонятно но я думаю оно именно так будет вот пока в данный момент мы бегаем от крыс вот уже крысы они конечно закусают нас до смерти так у нас значит зеленый диод зеленый давайте зеленый диод ставим все зеленый диод вставили и нажмем кнопку а вот смотрите видите что получилось и для чего это все мне честно говоря непонятно ну передвинули мы этот ящик и что и что это нам дает без понятия даже что это дает нам вот ну давайте я не знаю давайте попробуем посмотрим что там да как на этом ящике можно на него теперь под запрыгнуть на этот ящик или нельзя черт его знает без понятия даже давайте попробуем не нельзя на этот ящик под запрыгнуть вот можно запрыгнуть сюда вот и что тут у нас смотрите мы можем с вами попытаться вот смотрите вот смотрите вот сюда ага теперь ах ты лара 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 родная можно попробовать артефакт этот а не получилось но хорошо ладно так а послушайте убрался этот ящики теперь мы можем с вами под запрыгнуть вот сюда это так получается ну наверно ох ты аккуратно лара так и теперь это что вот сюда можно прыгнуть нет сюда нельзя прыгнуть странно а зачем это все тогда может быть это нужно для того чтобы артефакт этот взять ну может быть я не знаю мне пока скажем так не понятно это все безобразие вот так так все ухты аккуратно ларочка родная аккуратно прошу тебя так все вот так вот и под заберемся сюда и вот сюда да ребят смотрите это путь для того чтобы забрать артефакт это довольно таки просто и понятно это я понимаю хорошо ухты и блин не успел кнопку нажать давайте еще раз попробуем принципе в принципе так крыса так в принципе это не долго на вот сейчас мы запрыгнем сюда вот так так аккуратно теперь сюда и вот сюда вот теперь на этот выступ мы с вами прыгаем и радуемся жизни вот теперь сюда все ребят давайте немножечко вот так вот отойдем вот в эту сторону вот вот так вот раз и прыгаем и сразу фактически сразу мы запрыгиваем сюда да все ребят у нас получилось и это есть хорошо вот мы что-то с вами взяли но это тоже классно на самом деле когда что-то мы с вами взяли а вот теперь что куда нам идти теперь идти непонятно в общем мы с вами все изведали и нам остался еще один диод вот и где этот диод я честно говоря не знаю давайте искать смотреть где мы с вами еще не бегали не прыгали так это крысы это понятно где у нас есть еще какие-то проходы но вы понимаете вот там вот вниз какой-то спуск есть вот но как туда попасть и вниз и если мы с вами прыгнем мы просто-напросто разобьемся вот реально реально разобьемся это вагонетка у нас хорошо с вагонеткой понятно вот это у нас что-то какое-то место непонятное я не знаю но там проход закрыт там ничего нету вот это грустно вот это что у нас так это что я чё-то нажал так я чё-то нажал но и это не работает но я так понимаю знаете почему не работает потому что как бы электричество нету если было по электричество то другой разговор в общем ребят продолжаем играть я чего-то не могу понять что тут делать надо вот но ничего давайте разбираться но вы знаете нам по-любому надо туда вниз от по-любому вниз потому что ну мне кажется там находится но последний вот этот вот резистор диод или как там его назвать это все безобразие я честно говоря без понятия давайте походим по бегаем попрыгаем посмотрим что здесь у нас да как вот что тут у нас давайте попробуем здесь что-нибудь посмотреть может быть здесь а что-то у нас есть что здесь у нас есть она здесь у нас есть еще один диод мы его вставляем вот и разбираемся что да как давайте посмотрим кнопка это что она делает а смотрите эта эта кнопка у нас значит контейнер перемещает перемещает туда-сюда но хорошо ладно если эта кнопка многофункциональная то возможно вы знаете возможно она эта кнопка ну как вам сказать ну возможно эта кнопка будет работать в разных режимах возможен такой вариант ну возможно давайте посмотрим мы значит передвинули то давайте попробуем нажать теперь эту кнопку мне просто интересно что же здесь будет а вот смотрите она короче контейнер этот перемещает по балке о но это интересно очень даже интересно и очень даже прикольно а это короче разворачивает правильно да вот смотрите она разворачивает туда разворачивает и сюда разворачивает прикол конечно но ладно нам нужен 3 этот самый диод вот этот вот и с помощью 3 этого диода мы с вами сможем да блин эти крысы меня достали ребят мы с вами не были еще на этой платформе послушайте а вот смотрите там проход какой-то еще но это интересно может быть забраться на контейнер и может быть с контейнера прыгнуть и ну возможно такой вариант да вполне возможен почему бы и нет давайте попробуем да о смотрите она запрыгнула это есть хорошо давайте попробуем перепрыгнуть ахо все смотрите мы запрыгнули офигеть можно и попали вот в это помещение вот в эту катакомбу здесь что у нас здесь у нас спуск вниз ну хорошо ладно а здесь у нас что давайте посмотрим ребят осмотрите а здесь а мы выбежали вот сюда интересно я пытался значит запрыгнуть туда вот оказывается можно было вот так вот сделать контейнер подвинуть и все офигеть можно ладненько ребят давайте спустимся вниз и посмотрим что же у нас там внизу а внизу я так думаю у нас вот это все безобразие да вот смотрите точно блин а я короче блин запаривался офигеть можно но мне интересно мне интересно как-то может быть прыгнуть можно или чё ну давайте вниз прыгнем ахо все ох ты были здесь эти крысы они вообще бесят честно говоря вот смотрите а вот отлично у нас синие значит светодиод этот да блин отвали от меня все ребят мы значит с вами синий светодиод взяли и теперь нам надо куда-то перемещаться а куда перемещаться я честно говоря без понятия но здесь а у нас единственный вариант это но я не знаю только назад прыгнуть ай вот да блин эта крыса я офигею с нее хорошо так трубы давайте посмотрим вот смотрите можно по трубам ползать и это классно на самом деле и это здорово вот вот ну а как принципе я хотел я хотел раз раз чтобы все и прошел и все было зачетно что ли да нет такого не бывает так просто мне интересно было вот наверно вот так надо прыгать да давайте вот так прыгнем ахо все замечательно только смотрите да что ж такое то вот только смотрите так тележка подымается вот так вот мы вот так прыгаем и тележка подымается у нас хорошо вот так поднялась а и теперь мы прыгаем назад все получилось ребят ну это вообще конечно да лара кровь то просто молодцом все запрыгиваем теперь сюда ну теперь более-менее понятно все да блин ё-моё этот пар офигеть можно вот все вот сюда запрыгнули но если мы сейчас здесь упадем но это будет грусть вообще полная грусть и печаль вот замечательно но вы знаете сюда попасть я как уже говорил было проще и легче но выбраться отсюда это вообще это что-то с чем-то конечно то о а здесь прохода то нету офигеть то ладно будет прыгать вон туда аж все ребят мы с вами выбрались наконец-то с этого злосчастного места вот очень конечно забавно было и тяжело но у нас все-таки получилось а у нас получилось это все безобразие и получилось довольно таки я вам скажу зачетно мы с вами молодцы так ребят теперь у нас значит есть эта штука вот этот диод и мы сейчас его вставим туда и посмотрим что будет ну как он будет работать этот механизм весь так пока механизм не работает хорошо давайте вставим этот диод нажмем enter все мы вставили его и все и теперь у нас все заработало кнопка это заработало а смотрите она значит опускает контейнер так давайте еще раз нажмем а а так я не понял хочу сломалась что ли опять они вот смотрите подымается ну ладненько хорошо что нам теперь сделать надо так она двигается сушки ребят мне хочется в ту комнату попасть может быть с помощью этого контейнера можно я не знаю пробить крышу давайте попробуем ну попытка не пытка по-любому давайте пробовать хорошо погнали но еще да смотрите у нас получилось вот именно вот так вот и надо было делать все зачетно теперь давайте нырнем туда и посмотрим что же у нас там посмотрим что там у нас ящик у нас стоит уже это хорошо ящик стоит все давайте запрыгнем сюда так все и спустимся у нас здесь что-то лежит а ребята у нас здесь пистолеты лежат а офигеть можно ну это классно теперь у нас есть пистолеты теперь мы можем пострелять по стеклам вообще зачетно ребят боже как приятно иметь пистолет вообще класс а здесь можно да и здесь тоже можно о теперь можно по крысам пострелять все теперь крысы нам мешать не будут но хорошо ребят мы это с вами сделали а что же дальше то делать послушайте так а там по стекла можно пострелять а давайте попробуем может то есть здесь тоже можно стекла выбить но интересно просто вот чисто спортивный интерес давайте глянем они смотрите а здесь стекла не выбиваются они выбиваются мне вот здесь он выбилась а там не хочет вот дать а не выбивается вообще класс но замечательно теперь мы по идее с вами можем везде стекла по выбивать у нас есть ребят там еще вон то помещение что это за помещение и для чего одно я не знаю и поэтому мы сейчас туда пойдем с вами и попробуем выбить стекла но смотрите не получается ничего и это грустно как-то так почему стекла то не выбиваются ну странно но может быть мы выбрали не тот ракурс может быть а может быть и не может быть да ребят да давайте попробуем повыше вот на эту фигню забраться не нифига ребят смотрите стекла не выбиваются это грустно если не получается выбить стекла ну блин а что же делать то тогда вот потому что возможно там какой то есть рычаг есть там какой-то рычаг есть то он должен нам помочь послушайте может быть надо выбрать другой ракурс вот и тогда мы попадем в стекла потому что но видите лара значит не наводит у нас ничего она допустим стреляет прямо и прямо и все и на этом все скажем так заканчивается у нас это вся история да да хорошо ребят давайте попробуем выбрать другой ракурс чтобы выбрать другой ракурс нам надо ребят под забраться вот сюда ага все давайте под заберемся прыгнем сюда все зачетно замечательно давайте попробуем отсюда а вот смотрите я же вам сказал надо было выбрать ракурс нужны а все хорошо а почему здесь а у нас значит не не получается вот здесь вот выбить вот эти стекла нам конечно стекла над поближе так не понял ага все или что ребят ох ты блин немножко жизнь подранили может быть все таки а ну принципе ребят смотрите мы здесь под запрыгнем здесь стекла не выбиты нет а вот здесь вот стекло выбилось у нас и мы вполне вполне можем залезть сюда зачетно да вот смотрите я же вам сказал здесь какая-то кнопка была и чё ну хорошо передвинули мы эту тележку и что дальше ребят футы я испугался болит это тень что ли офигеть можно ну хорошо ладно и сушки может быть с помощью этой машины нам надо как вам сказать пробить вон ту деревянную стену но в принципе да вариант такой возможен ну в общем ребята у нас выбора не было этот мерзавец мог бы просто нас пристрелить тут знаете или ты или от все тут других вариантов не было вот так что вот так вот ребят грустно печально но вы знаете этот мерзавец не первый раз пытался убить лару кровь и тут принципе это следовало ожидать так ребята это не не работает все замечательно давайте вставим и наверно подымем с вами этот контейнер и поедем дальше вот поедем дальше и посмотрим что же у нас будет дальше вот хорошо я еще раз ребят повторяю я в стиме купил игру эту том прайдер лара кровь вот и она была полностью на английском но это грустно это печально конечно но а у меня выбора не было от русской версии скажем так не было просто а то играть в какую-то пиратку но у ребят но это несерьезно так что здесь у нас все мы едем да все поехали так теперь я думаю мы с вами пробьем ту стену до пробьем эту стену да но я думаю по любому пробьем эту стену потому что без вариантов все короче пробили эту стену и и то есть год так ребят что здесь у нас вообще происходит здесь у нас короче полный трэш ребят у нас здесь полный трэш но ничего страшного мы будем проходить это все безобразие вот и вот хорошо ох ты ё-моё блин чуть не упали офигеть можно фу я офигеть этого всего ларочка держись родная ё-моё так ребят и что и куда нам идти а ну по всей видимости надо туда прыгнуть вот запрыгнуть сюда все запрыгнули фу ты блин я вспотел от этого всего конечно тема еще то все мы практически прошли это все безобразие все замечательно да тут надо было конечно немножко так примените ловкость свою вот без ловкости здесь никуда а так что здесь куда здесь идти здесь по всей видимости ребят нам придется скакать как козлику аха все отлично запрыгнули вот и сюда запрыгнули на самом деле вот эти все мерзавцы которые в игре присутствуют они все пытались убить лару крофт рано ну как сказать так или иначе блин они ну ну просто подонки вот реальные подонки так ребят что у нас здесь а короче ребят здесь грустная история они короче хотели убить лару крофт и убили все друг друга короче полет вообще пипец какой-то я вообще не ожидал такого расклада но ничего ничего страшного давайте посмотрим что же здесь у нас но здесь короче лава и вот это какая-то фигня непонятная что это такое то какая-то гробница или еще что то там но не ясно ребят не ясно ящик вот этот по всей видимости можно двигать но хорошо ладно давайте мы с вами подведем этот ящик туда-сюда будем двигать все но доклада сюда можно запрыгнуть интересно не ребят вид они для этого это все нужно давайте пробежимся здесь посмотрим вот здесь какие-то выступы что за выступы непонятно вот здесь вот смотрите тоже что-то куда-то залезть надо но мне просто аж интересно можно ящик это двигать да можно этот ящик двигать давайте попробуем его передвинуть вот в этом направлении вот сюда щас подведем этот ящик а все ну ребята вообще и просто идиоты друг друга мочканули дебилы ну что я могу сказать так лада вот они что не знали лару крофт я не знаю лара кровь самая крутая навороченная девчонка и они были в теме что ли ну да по ходу дела а вот так ребят теперь суда а здесь а что у нас здесь у нас аптечка да я так понимаю да здесь аптечка но нам от этого легче не становится вы понимаете вот аптечка есть и что куда мне мне как-то надо открыть эту дверь так возможно с той стороны что то есть у нас ребят давайте подведем эти ящики то есть и не эти ящики а вот этот ящик туда можно же его подвинуть туда ну по идее да он двигается довольно таки за счет то все погнали все двигаем его потихонечку не спеша потому что вы знаете я так думаю здесь еще придется с боссом драться с боссом да и босс этот вот эта тетка будет это по-любому и с этой теткой придется сражаться ну и что и куда теперь непонятно так ну по всей видимости надо туда запрыгнуть но почему-то у нас ничего не получилось давайте пробовать просто пробовать реально пробовать и все больше выбора нет у нас так может быть пусть ее мои а вот смотрите здесь выступ есть но я честно говоря с первого раза не увидел его да серьезно вам говорю я его не увидел хорошо давайте под запрыгнем сюда теперь вот сюда под запрыгнем но по ходу дела можно сюда под запрыгнуть все сушки лава здесь вообще прикольно сделано но скажем так играешь у нас ремастеринг и для ремастеринга очень даже хорошо я люблю когда знать еще я люблю я люблю когда действительно переделывают старые игры вот допустим как тот же mass effect вот пас эффект довольно таки зачетная игра и ее подпилили подкрасили под ретуши револи и ты вы знаете игра действительно действительно получилась очень очень классная да и знаете чем мне нравится мне нравится то что вот эти игры старые они быстро грузится вот реально быстро грузится не надо ждать по полчаса так ладно ребята это было отступление теперь куда я так думаю смотрите здесь по всей видимости надо по вот этим пиком шпилем добраться до того места он видите там дырочка какая-то какое-то окно эти попробуем ага ох ты вот это по-любому да так ладненько вот сюда мы забрались а теперь надо по всей видимости вот сюда ух ты блин чуть не упал так теперь суда так туда мы с вами не допрыгнем досмотрите ребят там именно туда и надо ее мою чуть не упали а вот именно туда и надо так что здесь происходит ух ты ее моё тут вообще приколы всячески начинаются то есть это все безобразие начинается двигать начинает двигаться так аккуратно аккуратно лара вот и это плохо на самом деле так ребят вот сюда и ух ты не по не падай ларочка родная не падай дорогая ты моя все давайте рычаг нажмем а там что в рычаге тоже лава что ли не понял а все ребят я понял в чем фишка вот эти столбы видите которые но скажем так другого цвета их надо нажимать то есть надо наступить на них и тогда они сработают вот и там у нас артефакт еще лежит ну давайте в принципе давайте сбегаем за артефактом вот так вот аха аха ребят только надо убираться отсюда ее мои ах ты болит все смотрите мы значит два шпиля значит нажали ну давайте это так назовем мы два шпиля с вами нажали но хорошо ладно два шпиля нажали и смотрите видите еще один знак открылся ну хорошо в принципе мы ну я понимаю что делать здесь но это хорошо это классненько давайте под запрыгнем вот опять сюда теперь здесь все ясно что делать и все ясно и понятно вот так что тут у нас хорошо мы сейчас с вами сюда прыгнем я видите я поперся за этим артефактом и в конечном итоге упал вот упал не надо было вот это жопу рвать вот ох ты так лара аккуратно так теперь там смотрите ребят надо вот этот шпиль и прыгнуть обратно да да все зачетно так теперь что мы ох ты лара не падает и чё блин теперь сюда и прыгать ларочка не падай родная да блин все равно упала но ничего ничего страшного так давайте сколько у нас мы почти ух ты ёпаный свет мы почти с вами все знаки прописали скажем так осталось совсем чуть-чуть мы все эти знаки ну ну давайте назовем так прописали и нам скоро повезет мы скоро встретим последнего босса но по всей видимости это будет вон то злостная тетка на вот которую скажем так боги но я не знаю какие они египетские от смотрите там тоже что-то лежит но принципе она и нафиг не надо там какие-то патроны аптечка вот мы рассчитываем только на свои силы нам патроны и аптечки и даром не надо так ладненько так теперь там суда надо так спокойно спокойно без нервов вот держимся так теперь мы значит прыгаем суда и прыгаем обратно аха все 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 держимся еще один знак открыли вот и у нас по всей видимости ребят остался один единственный он находится вон там вот хорошо смотрите а вот эти трупы этих чуваков не не исчезли но ладно хорошие ребята были но слишком злые вот и слишком жестокие одну сумасшедшие просто вот ладно хорошо и они просто не знали с кем они связались они не знали вообще кто такая лара кровь то это крутая девчонка вот и она не любит плохих парней ну говорят что девчонки любят хороших парней но на самом деле это стереотип все так ладно ребят от плохих парней много проблем вот так все спокойно спокойно без нервов так вот так вот аха спокойно без нервов теперь сюда ребят сюда сюда вот сюда теперь блин а куда теперь ребят но у нас единственный вариант это туда прыгнуть у доллара держися ёпта вот давайте получится получится да 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 смотрите мы сейчас сюда прыгаем блин не получилось а ёпаный свет ладно хорошо ничего страшного почти все почти все мы значит и шпили нажали но остался единственный но вы знаете единственный последний он самый замороченный вот это всегда так в играх бывает вот последняя какая-то штучка и она такая самая замороченная вот ладно погнали что тут у нас все под запрыгнули зачетно сколько раз мы уже с вами здесь опрыгали я честно говоря раза три-четыре да так лара спокойно держися вот держися спокойно так теперь вот сюда да все запрыгиваем так запрыгиваем нет наверное знаете что ребят нам надо сделать наверно нам надо прыгнуть вот сюда так спокойно без нервов вот прыгнуть сюда и сверху сверху вот с этого шпиля запрыгнуть на вот этот шпиль да и тогда у нас все получится так все прыгаем сюда и прыгаем обратно все держимся держимся все зачетно ну ребят по идее так держись ты и и моя лара ну ты чё блин весь мир на тебя смотрит весь youtube ты с ума сошла что ли так нажимаем рычаг все отлично значит вот это вот ну я не знаю там гробница или что это или какая-то усыпальница она открывается вот но давайте посмотрим что же там будет в этой гробнице усыпальницы все ребят значит мы открыли эту с вами гробницу усыпальницу давайте посмотрим что же там у нас внутри вот а внутри наверно будет очень весело и прикольно но я по крайней мере на это надеюсь давайте ребят потихонечку перемещаться в это место так что у нас с патронами так у нас значит дробовичок у нас что здесь узи есть еще до узи 100 патронов у нас но это хорошо давайте пока остановимся на дробовичке а там уже посмотрим что здесь да как нам надо вообще по идее нам надо забрать вот этот артефакт атлантиды ну так получается ну принципе по идее да вот довольно таки интересное место смотрите прикольно сделали great пирамид но получается если переводить большая пирамида правильно ну да в принципе да но непонятно непонятно почему это называется пирамидой вроде не похожи на пирамиду похоже что-то на какую-то ну я не знаю скандинавскую мифологию что ли вот так и это что такое здесь ох ты нифигасе а шо это такое вообще смотрите это какая-то какая-то фигня здесь к это флора и фауна живет что ли чё это такое что-то заткнуто непонятно куда ну ладно хорошо давайте знаете что давайте попробуем пострелять вот в эту фигню все можно пострелять нее да да можно пострелять но результата ребята результата 0 от этого всего тут что-то поросло но ладно это вы знаете это вполне нормальный антураж я скажу вам так антураж такой злостной тетки злостной пирамиды вот так смотрим здесь а у нас что-то интересное будет вот это по любасу ребят но смотрите у нас здесь начинается трэш но хорошо ладно сейчас будем разбираться ух ты болен да что ж такое то да ёпаный свет вы вообще дадите да вообще встать то дадите так ладенько все давайте спрячемся ах ты были слушать и они вообще как какие-то злыки вообще в пирамидах там были попроще немножко эти вообще жесткие очень ах ты ёпаный свет я вообще не знаю доживу дойду и там или еще что-нибудь так лата давайте аптечку еще ах ты так подождите давайте здоровье пополним полностью потому что мы здесь не пройдем нифига ничего все у ребят я запарился офигеть можно сушки они вообще действительно мужчины и на самом деле вот но как ты хотел с каждым разом с каждым разом все мощнее и мощнее становится это все безобразие так а ну вот смотрите двери у нас открылись а мы там посмотрели что-то интересное но там вот это вот плохая тетя у нас получается она использовала артефакт этот и я так понял она эту пирамиду открыла ну так получается ну да получается так ладно ребят давайте пройдемся чуть-чуть вот здесь вот и посмотрим что же будет дальше а тут дальше у нас только интересно блин так ах ты блин ёпаный свет fire один ах ты еще раз и и ну ребят у нас осталось только узи офигеть можно что мы будем делать дальше по всей видимости придется дальше сражаться с этой теткой злой а вот а у нас нихрена с вами нету так что вот так вот да ребят что тут у нас узи есть аптечки 2 у нас и маленьких аптечки тоже 2 но замечательно все отлично так давайте все-таки возьмем дробовичок а ну дробовичок у нас 0 ну какой смысл дробовичок брать вот я не знаю разве что только подраться им ну разве так да все пойдемте в этом направлении посмотрим я так понимаю это у нас уже финал это у нас финал игры и я думаю мы здесь с вами значит уже остановимся остановимся и закончим игру так что здесь у нас так здесь у нас значит смотрите для узи патроны я так понял для дробовика и аптечка это есть хорошо что здесь делать я без понятия но по всей видимости прыгать именно вон туда вот ребят подписывайтесь на наш канал ставьте пальцы вверх оставляйте свои комментарии а мы продолжим приключения лары крофт в следующей серии всем пока пока и и и и